Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Подготовка к празднику Песах. Эволюция пасхального блюда. Прослойка номер следующая. Празднование вечернее праздника Песах называется Седр, что означает порядок. Это касается также и продуктов, и их расстановки на столе перед празднующими. Этот порядок, в принципе, уже упоминается в Мишне Масехет Псахим, который говорит, что перед хозяином дома принесли летус, который он вмокает, как закуска, до тех пор, пока у него не начнется парперет хапат. Дословно это наполнение хлеба. В отсутствие вилок и ложек кушали хлебом. В данном случае в пасхальном седре это свежевыпеченная мягкая маца, которая заполнялась овощами, мясом и другими блюдами. После этой закуски с летусом перед хозяином приносят мацу, хазерет, опять летус, который он будет использовать, как горькие травы, хоросет, протертые фрукты, замоченные в вине, и два вареных блюда. Второе правило, которое определяет порядок расстановки этих блюд, этой еды на столе пасхальном, правило, озвученное в Вавилонском Талмуде в Масехет Йома. Мы не имеем права убрать лежащий перед нами предмет, который можно использовать для митсвы, пройти его, отстранить его и пойти за более дальним предметом, которым мы будем исполнять митсву. То есть, если перед человеком лежит предмет, годящийся для исполнения митсвы, его он должен использовать первым. Таким образом, допустим, когда приносили Корбан Омер жертвоприношение ячменя в Иерусалиме, митсва была идти на самое ближнее к Иерусалиму, к храму Поле, где рос ячмень, и срезать его оттуда, а не искать где-то что-то очень далеко. То же самое до сегодняшнего дня каждый еврей, который исполняет митсву тфелин, ложит свой тфелин в мешочек так, чтобы, открыв его следующим утром, он сначала достал тфелин, который одевается на левую руку, и только потом тфелин, который одевается на голову, потому что неправильно, если тфелин лежит в обратном порядке, брать тфелин, предназначенный для головы, убирать его в сторону и глубже в сумке искать тфелин для руки. Мы не можем переходить предметы митсвот и искать что-то дальше лежащее. Именно на основе вот этих двух правил еврейской традиции сложился порядок, как расставлять предметы на пасхальном столе. Вот это вот то, как это делают йеменские евреи. Как вы знаете, изначально у нас есть из еды, мы сначала берем карпас, что означает селери, сельдерей по-русски, это мы используем первым, поскольку в Талмуде и у Рамбама, да в принципе даже до школы Аризала упоминается только хоросет, паста протертых фруктов, замоченных в вине. Поэтому сначала стоит сельдерей, после него идет хоросет, потому что он используется по порядку вторым. После этого будут манипуляции с мацой, разламывание мацы, прочтение пасхальной годы, поэтому она стоит третьей по порядку. После этого берется марор, то есть в данном случае это летус, хазерет в Талмуде, согласно традиции, озвученной Рамбамом и в принципе в школы Аризала. И в Талмуде макается марор опять в хоросет, и дальше, как вы видите, лежат два блюда, упомянутые в Талмуде. Одно символизирует пасхальное жертвоприношение, кость с обжаренным на ней небольшим количеством мяса. Что касается другой части ее, в Рафсаде Гаон упоминает использование запеченного яйца, а Риф и Рамбам упоминают второе мясное блюдо, символизирующее корбан хагига. В Йеменской традиции используют как то, так и другое. Вот это вариант номер один, скорее всего, очень древний. Другой вариант, тоже очень древний, появившийся у евреев Западной Европы в средние века и сохранившийся у многих из их потомков до сегодняшнего дня. Здесь принцип абсолютно тот же, как и в Талмуде. Единственное добавление это появление соленой воды. Первичные предметы седера ставятся ближе по порядку их использования и ставятся справа. Вторичные предметы использования ставятся слева. Так, допустим, сельдерей стоит справа в первом ряду, и его будут макать в начале седера в соленую воду. После этого необходимо будет разламывать мацу, поэтому три мацы стоят вторыми здесь. Потом надо будет исполнять митсву марор, используя то, что в Талмуде называется хазерет. Ромейн-летус, и макается он в хоросет, протертые фрукты, замоченные на вине. Яйцо, жареное символизирующее корбан-хагига, ставится справа, и то, что в принципе никто не ест, в память о пасхальном жертвоприношении, обжаренная кость птицы часто ставится слева. Как вы видите, в Западной Европе немецкие евреи тоже, традиционные ашкеназские евреи тоже выстраивали свои предметы на столе по правилу Талмуда. Однако, как говорится, недолго музыка играла, курс был взят на иные задачи. Так, в 16 веке в городе Цфат, в каббалистической школе, все больше времени уделялось сферам эманации божественного света в этот мир, называемый сферот. Вот, схематически модель этих сферот изображена. Сферот 10, они подразделяются на 3 сферы более возвышенные, 7 сферот менее возвышенных, по которым струится божественный свет. Как вы видите, на этой картинке их 11, потому что самая верхняя сфера, упомянутая здесь, кетер, является частью одного и того же принципа, как другая сфера до ад. Только одна из них является осознанным выражением этого принципа, а другая является неосознанным выражением. То есть, 3 сферы и 7 сферот последующих. Вот на основе этих 10 сферот строится пасхальное блюдо в школе Аризала. Поскольку первые 3 сферот, они цифры 3, они символизируются мацой. 3 мацы ставятся наверх, после этого зроа тоже меняет свою позицию, переезжает слева, в данном случае, где она была в традиционно еврейском и талмудическом варианте, переезжает направо, потому что она символизирует сферу хэсет. А в Зуаре во вступлении написано хэсет дроэмино, хэсет это правая зроа, вот это зроа справа. Бейца символизирует гвура, она ставится слева, меняет свое место. Потом идет марор. Не совсем понятно в каблистической системе, какой продукт использовался здесь. Потому что в самом низу опять добавляется, дуплицируется марор и ставится сферу есот, символизирует хазерот, что является летусом, который традиционно использовался как марор. И слева и справа опять происходит транспозиция вещей. Харосет становится справа и карпас сельдерей становится слева. Ну, как вы видите, здесь всего девять предметов. И логично было бы сказать, что в школе Аризала десятый предмет, символизирующий сферу Малхут, это соленая вода. Однако в школе Аризала не пользовались соленой водой на седр. Единственное, во что макали, был харосет. Поэтому сама тарелка становится десятой вещью, символизирующей сферу Малхут. И вот такой вот, с одной стороны, таламудический принцип «эйн маавирин аля митсвот». Мы не должны переходить или перешагивать через предметы митсвы для того, чтобы искать что-то более дальнележащее. Этот принцип бесспорно пренебрегся в данном случае, отстранился. Зато было построено все на принципе эманации божественного света, который каждый простой еврей, кушающий с этой тарелки, бесспорно понимает и именно об этом размышляет. И в результате вот получилась вот такая вот структура тарелки. Это то, как это в принципе должно делаться сегодня. Три мацы. Справа зроа, слева яйцо. В середине марор, который здесь на картинке зажжен как хрен. Слева хоросет паста с вином и фруктами и сельдерей слева, справа хоросет. И внизу опять дупликация марора в виде летуса. Скорее всего, эта дупликация была сделана, может быть, потому что в разных местах были разные традиции этого марора. А может быть, для того, чтобы цифра была ближе к 10, потому что должно быть 10. Вот в итоге какие современные адаптации этой каббалистической системы произошли. Вот, пожалуйста, соленая вода появилась, как вы видите, вот здесь наверху. Кто-то апельсин даже положил. В центре марора они сделали хрен и редиску. Хоросет вот здесь с большими кусками чего-либо. Ну, наверное, кому-то напоминает глину. Ну, здесь карпас, наверное, петрушка, парслин нарезанная. И еще какие-то горькие травы. Ну, что-то горькое поставлено. Как вы видите, опять горькие травы дуплицируются. Эта тарелка, бесспорно, поставлена по модели Аризала с добавлением соленой воды и апельсина. Что, конечно же, очень даже интересно. Вот другая тарелка. Обратите внимание, здесь присутствует марор наверху в виде летуса и марор внизу в виде хрена. Почему-то яйцо и кость отделены марором. Вот здесь вот хоросет справа и сельдерей слева. Тоже, в принципе, более-менее аризаловская система. Единственное, что марор должен был бы быть по Аризалу ниже. Вот три мацы наверху. Пожалуйста, вот другой вариант. Здесь не совсем понятно, как автор что располагал. Но здесь вот у него хрен. Наверное, марор рядом с ним некая зелень. Здесь, наверное, тоже марор вот яйцо и кость куриная обжаренная. И вот между ними опять у него может быть хрен, может быть паста какая-то. То есть вольности довольно серьезные. Вот на этой картинке вещи более наглядные. Но опять товарищ, судя по всему, не ставил пари за узкой модели. Наверное, человек должен стоять вот здесь. У него справа кость будет, слева яйцо. Нормально. Но получается теперь у него справа лук. Непонятно, это у него марор или что. А вот у него слева хрен. И здесь у него, судя по всему, петрушка и хоросы. То есть с марором он опять как-то напутал. Вместо того, чтобы поставить его куда-то посередине или вниз, центрально он его поставил сбоку. Ну, как говорится, когда начинаешь менять вещи, уже непонятно где что окажется. Вот такие вот виды изменений, такие эволюции произошли с еврейской тарелкой. В принципе, все они пытаются имитировать модель Аризала. И, конечно же, при этом талмудическая модель бесспорно не придерживается. Но еще одно очень важное изменение произошло на пасхальном столе бухарских евреев. И это касается мацы. Вот это маца, которую в Америке бухарские евреи последние 30 лет вынуждены использовать. Маца, сделанная явно людьми. Они, может быть, во время Песаха, у которых происходит приступ обсессивно-компульсивного расстройства. И они, как врагов народа, ищут хамец в собственной маце, которая сжигается до вот таких вот близких к каменному углю, древесному углю состояний. И вот это то, что обычно кушается сегодня. Вместо того, что наши бабушки, мамы, предки использовали прекрасную, вкусную, кошерную, замечательную и с медицинской точки зрения правильную бухарско-еврейскую мацу, дай Бог, чтобы мы относились бережно к нашим традициям. Все мы относились бережно к нашим традициям и, может быть, когда-нибудь удостоились, чтобы прекрасная, традиционная маца бухарских евреев находилась на их столе. Поздравляю всех с праздником Песах. Счастья и здоровья с вами был Барух Юабов.